У второклассника Димы Акулова последние приготовления перед линейкой. Цветы куплены, форма наглажена, осталось получить напутственные слова от родителей и можно идти в школу. 1 сентября линейки прошли по всему городскому округу, но для жителей ЖК Солнечная Система и Две Старицы эта линейка особенная. Ведь открытие школы они ждали несколько лет. Долго ждали, 5 лет и мы вообще очень рады, конечно, что не возить, потому что нас изначально взяли другую школу. И стоял вопрос именно вождение утром, сами понимаете, пробки, всем на работу. Поэтому, конечно, мы безумно рады, не просто, мы очень рады. Если раньше Дима тратил на дорогу около часа, то теперь дойти до учебы можно буквально за 5 минут. Ведь новую школу открыли рядом с его домом. Когда я иду в школу, мне не нравится. Я хочу лежать дома, просто на диване спать. А когда я не в школе, я хочу в школу почему-то. А Нурислам и Сизим из Кановы тоже идут в новую школу, но только в кадетский класс. После занятия они будут изучать дополнительные предметы и заниматься строевой подготовкой. Брат и сестра говорят, что эти навыки пригодятся им в будущей профессии. Какую профессию ты хочешь получить, кем ты хочешь стать? Ну, военным или дантистом. Дантист много платит, и это интересная работа. Военные быстрее выходят на пенсии, тоже интересная работа. На торжественное открытие 32-й школы приехали лидеры движения общественной поддержки Елена Андреева, Михаил Раев и Ирина Роднина. Вместе с главой городского округа они поздравили детей с первым сентября. Первоклассникам я хочу пожелать хорошей учебы, достижения результатов. Радуйте своих родителей, мы будем вами гордиться. А старшеклассникам, в свою очередь, также хочу обратить внимание, что этот год очень важный. Нужно готовиться к экзаменам и подумать уже об этом сегодня. Мы также рассчитываем на результат. Чтобы поддержать детей в учебе, родители и педагоги подготовили праздничный флешмоб. Под музыку они исполнили энергичный танец. Я, ты, 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 она, вместе целая страна, вместе дружная семья. Слови мы, сто тысяч я. Ответ учеников не заставил себя долго ждать. Школьники читали стихи и пели песни для родителей и педагогов. На линейке была настоящая группа поддержки. Чарлидеры исполнили акробатический танец, от которого перехватывает дыхание. Шикарная, я считаю, большая школа, большие классы, светлые. Два спортзала, огромный актовый зал. Вот, конечно, было опасение у родителей, что ее не успеют вести 1 сентября, но данный проект находился на контроле лично губернатора Московской области, Нарвич Воробьев, глава города. Дмитрий Владимирович Волошин курировал этот вопрос. Ну и, конечно, вся администрация и все, кто были задействованы, все принимали большие участия, чтобы именно 1 сентября данная школа была открыта. Масштаб школы действительно поражает. Она состоит из нескольких корпусов и переходов и способна вместить больше тысячи учеников. Каждый школьник может выбрать профиль образования и углубленно изучать те предметы, которые ему по душе. Также, начиная с первого класса, школьники смогут посещать дополнительные кружки и секции. На выбор программирование, робототехника моделирования, а также курсы финансовой грамотности. Для нас, для многих, это праздник очень важный, потому как мы все учились в школе, у нас дети ходили, внуки. Поэтому, наверное, одна из немногих стран, которая так торжественно отмечает не только начало учебного года, но и день знаний. Ну а когда прозвучал первый звонок, дети зашли в школу и увидели свои классы. Во время урока к школьникам пришли инспекторы ГИБДД. Они подарили детям свето-возвращающие браслеты, рассказали о правилах поведения на дороге. Пока у детей идет первый урок, мы решили зайти в столовую и посмотреть, чем же будут кормить школьников. Вот, например, сегодня запеканка с дженом. Попробуем на вкус. Действительно, очень вкусно. Кроме запеканки, школьникам давали хлеб с маслом, компот и фрукты. А на десерт мороженое, но не простое, а губернаторское. Оно даже называется необычно. Вкус на пятерку. Вам понравилось мороженое? Да! Вкусное? Да! 1 сентября – короткий день в школе. Уроков не было и на дом ничего не задали. Чему школьники были только рады.